доброе утро всем друзья в первую очередь пошла снимать свою красоту иначе так и не добираюсь до нее вы понимаете мне когда бролеров убираем срочном порядке наложу там всякие пасынки все вот это ну сами понимаете огородные дела очень много времени занимает мы приехали с отдыха и конечно же сразу же навалились на все 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 что было первую очередь это миниатюрная розочка такая красивенькая она тоже цветет немножко наверное подвязать надо глициния уже цвела вот они вот эти вот пошли если их обрезать кончики то она будет снова стимулироваться вот эти вот стимулироваться на цветение второе вот эта роза просто огромная да смотрите ай батюшки свет ну какая же это милота и красота шапки ну вот шапка понимаете самая настоящая шапка а про вегела еще вот вегела и вот эти вот пионы тоже после видите после грозы какие они бомба бомба хоть у меня и стоит вот это вот но она маловато для них я думала она вообще их задавит она наоборот маловатая вегела уже тоже цветает и начала дейте и цвести красавица дейте вот она так что тут у нас все поперепуталась поперепуталась сюда на эту о так вот будет красивенько я ее обрезала нынче и розочка начала цвести которая вот эта вот моя огромная я ее нынче обрежу она все заполонила и уже столько давала людям отростков от нее она хорошо укореняется при прикопке кустика красоте прямо так вот можно идти без конца снимать он эти розы как на фоне голубого неба после грозы немножко только облака мы переходим сюда красавица еще одна роза сейчас я вначале вам ее сдалека покажу вот она вот видите как прям вот такая она тоже обрезала и все она много там дала плети так ну и вот дейте и розочка розовая розочку розовую я вам еще буду показывать она только начала вот первый день буквально их мелких но они когда расцветет просто будет розовый шар огромный розовый шар но ирисы уже цвели все уже убирать конечно мне некогда вот это все белая вот розочка зацвела вчера я и сделал вот такую подпорочку а то она легла на землю бедненько лежит и ждет когда же я за ней немножко поухаживаю все ирисы цвели здесь у нас что ну здесь розочка все на весь шар занимает вот этот вот есть огромный шар вот это будет все розовое потому что вот смотрите сколько она набрала и она все их вытянет все вытянет она молодец просто прекрасная роза она у нас стоит на подпорке кто смотрел два года назад мы делали подпорочку и она стоит на ней ирис вот такой еще есть эти две двухцветные пересаживала прошлом году зацвел все уже попадали все конечно после дождя где нишу же всего все так здесь я много выпала ла я сколько отцветает и она по моему по новой набирает что-то там хосты нормально себе чувствует виноград подвязывать надо так что у нас здесь еще видела здесь у нас гортензия прекрасная вот наша киви как себя чувствует видите большенький такой подкормить наверно и 2 киви который мы купили полу погибшем состоянии она все-таки выдала вот листики видят веточка листики вот они маленькие но вот эта трава конечно так вот чтоб виднее было мы ее прикрываем естественно чтоб кошки не писали хотя только мика пока ходит одна так здесь у нас отцвела керия цветет фигела белорозовая в общем вот такой у нас здесь вид это у нас дубки на осень они все зацветут осенью сейчас пока тишина гехера вот так выглядит так же таки две недели назад такие беленькие цветочки хвосты огромные вот эта роза еще пока не знаю каким цветом будет здесь хвосты и остильба остильба две тоже себя хорошо чувствует очи так розочка красавица мы пойдемте туда в тот цветник который тоже привела более-менее в порядок а сейчас меня женя здесь чистит вот эту траву вот видите как вы чистил вот это все это все он у меня у него здесь ведро там все все в общем здесь петуночка виноград вот так прикрывает нам тенечек здесь делают здесь петонки цветут отцветают и зацветают все панов и вот это вот роза такая же точно доченька от той розы она здесь вот так здесь у нас что у нас еще зацвела по моему жутенькая роза и нежно-розовая роза плющ этот или вьюн или забываю как его почти что затянул угол верю на веревочках тянется вот розочка зацвела так не вот это вот это вот нежно-розовая смотрите какая ай-яй-яй-яй-яй божественно нежная нежно ну и конечно же жасмина моя которая была куплена второй раз она впервые зацвела смотрите какая милота красавица красавица я хочу чтобы вот это вот роза красная плавно переходила вот в эту вот то есть жасмина она плетистая роза она тоже будет вот здесь вот вот полностью и я ей потом сделаю подвязки или подпорки там у меня привязана как вот прям на забор вот так вот она стоит потом жасмина будет этот кампсис он зацветет здесь конечно тоже я уже вниз вниз обрезала сильно он низко спускает свои листья посмотрим если вот этой будет мало жасмины плетистые то возможно здесь еще одна будет плетистая так что здесь у нас паучки летут свои сети нашей керри это керри роза керри так и что здесь сам за пол где куда-то убежала смотрю вот ли нету ли не туда обрезала японскую керрию немножко потому что гортензии совсем укрыты были вот гортензии вон подкормила я их сывороткой как мне посоветовала сестра под каждый куст по литру сыворотки вылила ни разу конечно они еще не цвели но будем ждать цветение вот же еще розочка чужие вам ее не показал красоточка красоточка такая желтенькая желтенькая вот такая сейчас у нас наверное весь ролик будет по розам потому что роз много так кстати многие вспомнят эту злополучную лилию которую купили на выставке в краснодаре мужчина упорно уверял что она цветет вот буквально вот так третье лето она сидит у нас ничего нет розочка мелкая тоже зацветает и такая вот мордовенькая так идем дальше так пришли мы на эту сторону на сторону бассейна посмотрите роза как от воды наклонилась сейчас она конечно вообще устала у него очень много цветов просто зашкаливает если мы не сделали эту подпорку она бы это лето не пережила видите просто огромные у нее цветы один год были маленький потом больше больше в этом году еще больше ну а эльф это вообще отдельная сказка просто отдельная сказка сейчас солнце на эту сторону возможно вас не видать у нее бело-зеленые бутоны в размере они у нее вот так приблизительно какие то больше какие то меньше они сейчас все мокрые и даже если по 5 их то вот по 4 по 5 они эти ой все мокрые после грозы все мокрые и опять гроза не пролила под ними мне приходится им приносить воду в ведрах потому что они всю воду держат на своих бутонах полька без вообще без комментариев без комментариев вот она во все бежит ну и здесь вот у нас тоже все цветет и пахнет нужно так сказать вот этот бальзамин видите он так вроде бы и невзрачный но в то же время отвлек уже от петунии петунии но уже четко как-то поднадоели что ли ну видите вот он есть беленький да чуть-чуть розовым фиолетовенький тут тоже оранжевый какой-то даже розовенький немножко даже отличаются видите а здесь бело такими прям еще как с персиком а этот не знаю какой но него тоже набрали такие шапки тоже они тоже будут как шапка мне где по два где по одному посадила эти розочки еще не расцвели вот она тоже будет красивая белая наверное или бело-зеленая ну а здесь у меня еще все оформляется семей взошлись семенами сеяла вот в цене вот в цене вот в цене там там бербену сажала но вот она в таком виде пока и если наберет свет то наберет нет так нет вот это вот декоративный подсолнух это я помните вам показывала как она хоста ой не хост как забыла все вылетела из башки вы меня поняли в общем вот такая вот такое цветение уже сейчас на сегодняшний день 25 мая многие розы уже отцветают и зацветут другие розы и потом они как бы по второму кругу а вот эти они все лето набирают убирают набирают убирают поглядывать только что ветки не сломило где-то подвязать где-то подрезать где-то еще что-то потому что она нарастает нарастает видите ветка висит это значит и на ногах подвязать туда арка у них конечно огромная вот такая вот почти два с половиной метра то на их держит это уже даже кустиком переросла вот эльфа хотя и больше на этом без слов без слов и все она выпускает и выпускает новые вот эти вот зелененькие как кустики-то татуечка у нас будет потом здесь но она метра два наверно туя может меньше надо пообрезать где-то сухие ветки где-то подмести в общем совсем нужен уход но тем не менее мне нравится что есть всегда забота о ком-то и о чем-то вот такой у нас сегодня ролик розы котята цыплята возможно еще клубнику вам покажу друзья всем привет мы уже дома вторые сутки вот так выглядит наш огород все у нас здесь красным красно клубника лежит можно сказать кучами даже собрать некогда вы видите вся вот клубника лежит кучи немножко поели нам же не собрал тазик можно так сказать и за работу пока оборвала пасынки подвязала огурцы огурчиков было много сорвали проверила все что растет что не растет что-то высадила еще какие-то остатки в общем травы моря картошку мы перед поездкой конечно же окучили поэтому сейчас уже все укроп даже стоит курехом все нормально я вам показала бролеры тоже хорошо бролеров убираю он какая она огромная ой боже мой ты чё бомба это вот азия такая офигенная ну здесь не только азия на самом деле гора верес очень тоже хорошая кубника здесь вчера собрали но и и все равно много краснеет видите свеколка у меня вот такая рядочки стоят горок цветет висят уже лепестки все конечно требует полива капуста вот так выглядит огромные тоже цветы это табачок так нектарин так выглядит видите красненький он весь выздоровел практически нет у него больных листьев я вам показывала ну вот парочку вижу да видать то ли старые то ли как но это мелочи 3 листочка остальные нормальные скворцы всю нашу черешню сожрали пока мы ворон ловили так и здесь у нас инжир вот он здесь вот я вам показывала было два возможно 2 рожай может быть будет здесь тоже капуста стоит вся такая завязывается скворцы скворцы все съели хоть и у нас там и стоит вон бутылка но ягода они клюют вон они валяются ягоды ну тяжело на какая я уже кушать нужно все червячков надеюсь нету да не вроде не застрял зубаку нормально уже можно кушать пока не вижу знаете помните в том году посмотрел нас давно прошлого года было очень много заболевший вот этой вот черешни было очень много заболевший черешни гнила прям на веточках гнила вот в этом году слава бог нету мормузька моя ты чё там хромаешь что ли нет все нормально тебя никто не обижал черный кот приходит похож на нашего черныша но он молоденький и бежать микушу ой тут кого так и лежат надо уже наверное эту заменить яблочки пока есть вроде червяков не видать маленькие яблочки завязались груш полно красная груша вот мои кабачульки все надо поливать все везде нужно до всего руки у меня конечно не хватает рук а залу хотела высыпать не хватило рук пойдемте инжир глянь инжир красавчик усыпанный возможно два урожая может быть этот наверное в июне будет видите сколько я его так особо не это не раз он не раскрывала ветки а вот это раскрыла на нем все равно нету инжира хоть он и не замерз но он может позже или как ни одной инжиринки на нем нету вот так что сжигали веточки зола осталось так ну кабачков пока еще нету у нас не вижу надо будет потяпать но это я сделаю мы только два дня как приехали поэтому я ничего не успеваю кстати мы привезли же виноград я вам покажу из алушты вот он один посадил его привязал но будем надеяться что он выживет под солнышки мои они взошли только мало я их много сеяла потом подсеяла которые подсеяла все взошли там помидорки перчики и тыква еще мне надо досаживать тыкву виноградик болеет мы брызгали перед отъездом брызгали отходит вроде бы немножко вам клубники поснимаю который море конечно нужно собирать почему то она у меня отрывается без вот такая вот лежит на тропинке что это такое да нынче много ягоды мы ее уже тазами ели 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 надо будет что то наверное делать все ее конечно мы не съедим хотя кушаем очень много пока не наедимся не успокоимся она есть и сию мне кажется никогда нереально устаешь на следующий день опять хочется ее только приехали два дня как приехали два дня ее ели так это еще зеленовато утром вечером так проходим собираем я здесь не мульчирую друзья я в том году мульчировала как завелись эти все слизни как они давай жрать они под мульчой сидят а я то их не вижу можете понять что это наверное где это самое нет сырости у нас дождики дождики идут примерно до конца мая начало июня потом они поменьше уже раз дождики значит сырость раз сырость значит ползут все все ползут улитки эти самые слизни есть где спрятаться значит будут сидеть до последнего вот это какая то интересная рогатая какая то хотя здесь вроде азию сажала не знаю что такое что за рогатая рогатая это какая то купчиха или какая я даже не знаю может подсунули мне немножко но она тоже красивая мне нравится сейчас намоем опять целый тазик не будем кушать травку сейчас не палю чтоб земля не не портила ягода видите начинает начинает уже портится мало порченая на самом деле очень мало порченая потому что и тепло и солнышко и собираем немножко зелененькую сорвала с камерой не всегда удобно конечно мне хочется вам показать и тем кто сидит дома нет возможности нет возможности на дачу вообще дачу иметь я вообще дачу не хотела ездить туда варить столько продуктов тратить еще и с нашей стройкой когда ездить то было всю жизнь на колыми до настройки на колыми до настройки поэтому я не старалась даже даже не хотела вот желания не было понимаете просто не было из-за того что была очень тяжелая работа не знаю мне в матовле я хотела детям побольше времени уделить чем каким-то огородом а сейчас дети выросли я прекрасно могу уделить время детям и с огородом вот такие дела вот такая клубничка видите вот еще в общем клубники море на одном метре квадратном собрала здесь она лежит рядами просто рядами нужно собирать так 4 6 8 10 12 дроллеров уже осталось ждут своей очереди они видите какие огромные сегодня троих убрала вчера троих убрала ходит уже вообще вес под 4 килограмма батюшки свет но я не могу по столько много очень тяжело же их это самое помногу убирать поэтому а курешки здесь у меня носятся вот так вот курешек все хорошо они прямо все-все-все растут два месяца нам два месяца сегодня 23 20 21 22 они вылуплялись и два месяца вот это вот прям необычная курочка петушки вот петушки с гребешками все петушки вот тоже петушок идти тоже петушок идти петушок идти много петушков а курочек 10 будет и то хорошо а ты что моя маленькая ты моя маленькая покрещавица 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 я не трогну тебя ты тоже петушок петушок или курочка не видела меня прически то уже опять обросли уже все опять что ли наводить надо да я моя девочка а ты девочка красавица это и девочка ну тут у девочки есть хоть бы лохматушки маленькая девочка у меня были а то одни парни наверное обычно красивые это все парни так все давайте девочки мальчики уходите закрываю двери спокойной ночи вам курочки мои тоже спокойной ночи а потом приду калитку только закрою ой Петька их ловит успевает я не знаю что я вам не знаю я вам это не знаю что я вам может поздковать в сороке в обiquи что мало а потом все мне я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok